Всем большой привет, дорогие друзья! Мы наконец-то все вместе, всей семьей собрались поехать в мультимедийный фонтан посмотреть. Мы уже год живем в Польше, ни разу не ездили, не видели. Сегодня закрытие фонтана, он работает с 6 до 10 вечера, как раз поэтому сейчас поедем. На улице уже стемнело, с вами еще хочу сегодня поболтать. Надеюсь, меня будет на улице видно. Едем мы, конечно, погода не очень, немножечко моросит, но сейчас вроде бы закончился дождик. Вот, уже на улице темнеет, Димка наш уснул, спит Дима, как обычно в машине, а Милана яблоко грызет, да? Как думаешь, на улице получится что-то снять? Вот дождик. С одной стороны, да. Папа, не спишь? Наблюдаю, смотри, как красиво он все. Я наблюдаю, да. Берем, красиво. Да что-нибудь снимем, посмотрим, ну, единственное, что было видно. Ну, я надеюсь. Темновато немножко. Такое не хватает на... Ох, ты здесь видите, дороги бросла. Не хватает на камеру нацепиться, такой свет, как бы, жаль, которые есть такие накамерные, небольшие, чтобы было светло-божечки. Надеюсь, дождик нам не помешает. Конечно, погода не очень, хотелось бы дольше походить. Ну, ладно. Что-то видно? Мы вышли, припарковали. Мы сейчас выйдем, будем смотреть. Темень такая, у нас на коляску нет накидушки от дождя, поэтому мы накрыли просто пледом. Целую весну, лето и осень был нормальный фонтан, можно было прийти, посмотреть. Хорошая погода, красиво. Мы выбрали последний день. Последний день? Так намного интереснее. Самую лучшую погоду. Смотрите, здесь какой. Это музыка. Не знаю, что это, очень высокая. Короче, погода вообще, у нас и зонтика нет. У нас был один зонтик, но он у нас сломался, поэтому мы без зонтика. И капает, я скажу, очень даже нормально капает. Ну, ладно. Мы так нормально одеты. У детей, слава богу, капюшоны. Адриана спит, накрыли пледом. Поэтому ей там как раз хорошо. Пика такая, да? Высокая. Здесь японский сад. Здесь арка такая должна быть красивая. Вот здесь ни разу не было. Классно. Было бы здорово сюда днем прийти. Но мы как обычно, мы же, блин... Я не знаю, но это, наверное, именно это стало. Очередь. Очередь куда-то. Ну вот, такая красота. Правда, темно. Здесь все должно быть под музыку. Почему нет музыки, я не понимаю. С шести до девяти сегодня. А сейчас пол седьмого вечера. Здесь поющий фонтан, танцующий под музыку. Мы понимаем, почему музыка нет. Красиво? Красиво? Красиво, фонтан! Блин, дождь идет. Смотрите, вот! Красиво очень, да? Идем поближе. Красиво? Давай, быстро, все три. Милана побежала. Красивый, Милана, фонтан? Классно? А кто все... А кто все... Давай, Милана. Тоже красиво. Жалко, я вся мокрая. Прикольно. Так чего? Реально прикольно. Мне нравится. А где музыка? Я хотела... Так, давай на телефоне включим музыку. Смотрите. Красиво. Красиво. Ну вот, настал и другой день. Привет, привет. Там погода нам немножко не позволила погулять, когда дождик шел. Фонтан, короче, так мы и не посмотрели. Вот. Потом выяснилось, что мы перепутали день, то есть я. И закрытие фонтана было на следующий день, но мы тоже не пошли, потому что дождь был очень сильный. Погода была ужасная, и смысла ехать вообще не видели никакого. Мы вчера собирались поехать, и брат тоже думал, может быть, съездить все вместе. Да, погода не очень. Ну, погода жуть, такая же, как и была, здесь меняется погода. Сейчас в маечке ходишь, до этого там в кофте, хотя мы оделись, вон, кофта, турточка, одняжку приодели. А сейчас очень жарко. Очень тепло, очень тепло. Вот же дискурт такой там, впереди на самокатах. На солнце очень тепло. В маечке, наверное, будет похолоднее, конечно же, но такой воскресный день такой. Воскресный, да. А дряшки накрыли, потому что солнце прямо в глаза ей светит, как-то накрыли этим пледиком. Пока идем, мы идем пиццу покушать, и хотела рассказать по поводу нашей квартиры. Спрашивали, что у нас в итоге с квартирой. Кто не смотрел прошлые видео, я говорила, что хозяин квартиры, в которой мы живем, выставил ее на продажу на AllX. Мы об этом не знали, но потом мы ему позвонили, он сказал, да, что это правда, он хочет ее продать. Ну, как бы, он нас не выгоняет, не выселяет, а, конечно, заранее нам скажут, чтобы мы могли подобрать себе новое жилье. Вот. Так вот, что с квартирой? Со звуками. Покажи, как ты делаешь, язычком, вот так вот. Звуки такие вкусные, причемакивающие, издаем мы, да, бусинка? Ладно, пойдем дальше. Машина, когда тут едет, детки, сразу машина, машина, а? Мы идем вот так прямо, 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 потом направо. Так вот, по квартире, в общем, приходят нам периодически люди смотреть квартиру вместе с агентом по недвижимости. Смотрят, приходили и поляки, и русскоговорящие белорусы приходили, точно знаю. Потом, по-моему, даже корейцы приходили. В общем, все смотрят, но пока результатов никаких нет. Как говорит хозяин, то пока никто так серьезно не заинтересовался, но она все еще стоит на продаже. И хозяин сказал, что подпишет с нами повторно на второй год договор. Ему нужно будет приехать к нам, либо он по почте вышлет. Мы 1 ноября вселились в квартиру, получается договор у нас до 30 октября. Вот, осталось буквально совсем чуть-чуть. Солнце светит мне прямо в затылок. Вот. И продолжим жить в этой квартире. Немножко цена, конечно, поднялась на аренду жилья, но она поднялась, в принципе, везде. Это ни о чем. Потому что он поднял нам совсем ерунда. По сравнению с тем, какие подъемы цены на 100%, на 50% делают сейчас, то нам подняли вообще просто. Он немножко нас решил пожалеть, можно сказать так. Да. При том, что он выплачивает ипотеку за эту квартиру, то, конечно, ему спасибо. Да, он сказал, что, получается, ежемесячная оплата, которую мы ему отдаем за квартиру, она не покрывает его ежемесячную ипотеку сейчас, на данный момент. Поэтому он, как бы, можно сказать, не в плюсе. Вот. Ну, пока живем, слава богу, переезжать не нужно. За 3 месяца, вроде бы он сказал, да, даже не за месяц, а за 3. Да, да, да. Он нас предупредит, если вдруг найдется покупатель. У нас в договоре было указано, что за месяц, если что, мы разрываем наши отношения. Но в новом договоре будет прописано 2 месяца. И на практике это будет 3, так как в этот месяц, да, если, например, там первого какого-то месяца, то это целый месяц и плюс 2. Если это конец месяца, то это будет последних вот пару дней плюс 2 месяца. Потому что очень долго вот эта вся волокита с бумагами идет, когда кто-то хочет купить жилье и занимает это месяца 3 минимум. Поэтому у нас будет время найти себе что-то новую квартиру. И находят себе квартиру, потом под эту квартиру идут именно под нее спрашивать в банке, уточнять ипотеки брать. Да. Дают кому не дают. Ну, очень-очень мало людей, которые покупают именно за налик, за свои деньги. То есть в основном, конечно же, покупка в ипотеке, а ипотека сейчас очень сложно ипотеку получить, плюс она очень выросла. И должен быть очень хороший и чистый заработок. Нет, очень большой для того, чтобы взять ту или иную сумму. Нам пока ипотека не светит, а если бы и светило бы, то, наверное, мы бы все равно задумались брать ее или не брать. В варианте вообще какая ситуация в мире сейчас непонятная происходит. Нам для ипотеки нужна карта и нужен, ну, очень большой, может, не очень большой, но большой доход официальный. На семью, учитывая, что у нас сейчас уже не двое, а трое детей. Да, 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 еще больше. Ну, ипотеки под большой процент. Можно взять ипотеку, конечно, и без карты побыта, но это будет еще больше процент, чем дается. Поэтому мы этот вариант даже не рассматриваем. Ну, ждем и надеемся, что у нас гуманитарный побыт может. Что когда-то мы будем жить в своем жилье, да? Да, может, он сделает, если там посмотрим. Ну, что-то найдем свое. Дряшка там тоже говорит, да. Сейчас должна уже уснуть. Как вам погода, Димка? О, самолет. Вот, вот, вот он. Здесь так низко самолеты летают каждый раз. Мы уже, конечно, привыкли к этим звукам. Вот, но когда вот родители приезжали, они так удивлялись. О, боже, самолет так низко, так классно. Ну что, ты маленькая, не спит? Нет, что я прокачал уже возможность. Можно ехать, качать и давать соску, и это все в таком полусключенном состоянии. У нас цель, чтобы Адриана уснула до того, как мы дойдем, да? Да, если там тихонечко посидеть, было бы здорово. Адриашка закрыла глазки уже, но что-то ей совсем... Солнце в глазки светит не может. А, совсем эту соску не хочется сосать. Или хочется, но она ее выплевывает. Мы к соске так особо сильно не привыкли до сих пор. Детвора! Там, где мы стояли, так воняло. Что? Всем воняло. Мусорка? Нет, какими-то, какими-то, какими-то. Вонючками, вонючки. Дотя! Серьезно? Да? Ну что, мы уже почти пришли. Чуть-чуть осталось. Может, сразу, Милана, в школу тебя отправим? Ты мой первый. Что уж тут, завтра понедельник. Как раз в школу надо. Мы тебя сразу тут оставим, и ты зато утром не опоздаешь. Уже с утра будешь самая первая. Сами тебя субботицу. Сами тебя субботицу. По итогу могу сказать по цене сейчас. Получается, до этого наша квартира стоила... Сама квартира 2500. 2500 злотых. Без коммунальных услуг. Сейчас нам подняли цену на 300 злотых за саму квартиру. Сейчас мы платим 2800 за саму квартиру, плюс коммунальные услуги. Они каждый месяц... Еще 800. 300 злотых где-то мы платили. Да, и в общей сумме мы платили 3400 платили, да, где-то мы... А сейчас, так как подняли цену на квартиру, то мы платим... Нет, нет, не 3400. 3400. Нет, 3250 мы платили, а сейчас... Вот, даже меньше. А сейчас 3700. Да, да, да. Сейчас где-то 3700 у нас выходит. Но 300 злотых это вообще ни о чем, потому что цены сейчас на трехкомнатную квартиру, как у нас, и в таких больших квадратах, за такую цену вообще нереально. Ну, учитывая, что там и паркинг в этой цене, и пивница в этой цене. И пивница в этой цене, и закрытая кладовка, да. Нам очень повезло. Прикрытая территория охраняемая, и чистенько, аккуратненько все. Вот. Отдельным таким оседлом очень нравится. И место хорошее, тоже прикольное само по себе. Место нам нравится. Не надо Милану переводить в другую школу, Диму в садик опять подыскивать. Вот это мы боялись больше всего, что придется переводить опять новую школу. Так что пока что все стабильно, живем там, где живем. Если вдруг будем переезжать, я об этом сообщу. Мы уже с Владом купили сок, зашли в жабку. Осень и воскресенье же, магазины не работают. Нам уже вперед. Димка, помощник, да? Сервируешь стол, Дим? Молодец. Молодец. Молодец, помощники накрывают на стол. Адрианка наконец-то уснула. В общем, мы ее укачали. Так что можно будет спокойно пустить. Пошла стол, да. Пошла стол, да. Все, молодцы, Стаси. Наша? Да, да. О, наша пицца. О, вот наша пицца. С ананасом ты взял? Так, да. Так, да. Так, да. Детки любят с ананасом, оно вкусное, мне другое нравится. Все, приятного аппетита. Давайте помочь. В такую приятную погоду, что бы не посидеть. Да. Стаканчики, чтобы вам показать. Да. Здесь очень вкусная пицца. А иди попроси стаканчики. Как будут стаканчики на Польске, Милан? Кубек, кубек. Молодец. Ты знаешь тоже, молодец. Купа, куба. Ну, иди попроси. Я попроси. Я попроси. Не прав. Ну, не умол. Нету стаканчиков. Ну, значит, так будем. Все, приятного аппетита. Горячее. Мы уже в машине сидим. Влад там вышел. Я поэтому пока с вами поболтаю. Что хотела сказать? Уже неделю, да, мое видео. Не заливала я на канал никакое видео. Вот, скорее всего, я сейчас не так часто это буду делать. Буду стараться там раз-два в неделю. Скорее всего, раз в неделю. Потому что у меня на это есть причина. Сейчас расскажу. Пока я полностью не могу рассказать, как бы, всю причину происходящего. И почему я решила снимать немножко реже видео. Но обязательно расскажу, когда придет время. Могу только сказать, что сейчас я стараюсь очень сильно углубиться в свою работу. Я таргетолог. И сейчас ищу себе клиентов новых. У меня был перерыв в три месяца. Потому что дряшка маленькая была. Нужно было много времени ей уделять, в принципе, как и сейчас. И так как она забирает у меня много свободного времени, то время свободное, которое у меня остается, я буду максимально стараться тратить на повторное обучение. Опять хочу пересмотреть все уроки. Потому что прошло три месяца. Где-то что-то подзабывается. Когда нет практики особо, то, конечно, нужно все это повторить. Вот, Влад тем временем, он тоже обучается. Он сейчас изучает IT. Фронтент, по-моему, так называется. Вот, Влад открыл багажник. Вот, поэтому мы сейчас вдвоем максимально в учебе. Но надеюсь, что я уверена, что это все временно. И потом буду все снимать почаще. Максимально стараюсь в работу даться. Потому что есть цель, которую хочется достигнуть. Я когда-то в инстаграме тоже в сторисе рассказывала, что есть такая у меня с детства одна мечта, которую я могу осуществить в ближайшее время. Ну, конечно, это не с неба на голову. Ой, все падает. Поэтому нужно поработать для этого, чем сейчас мы, в принципе, и занимаемся. В общем, когда смогу рассказать все поподробно, тогда обязательно расскажу. Я думаю, скоро вы все узнаете. Вот, поэтому не теряйтесь. Я все равно продолжаю снимать. Где-то чаще, если смогу. Где-то реже. Буду рассказывать какие-то, если у нас новости происходят. Новенькое что-то. Вот. Так что не теряйтесь. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. Обязательно заходите на мой инстаграм. Там я каждый день пытаюсь, стараюсь что-то выкладывать. Снимать сторисы. Так что чаще вы сможете меня там увидеть. Тоже подписывайтесь. И ставьте лайки. 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 А дряшка, кстати, спит. Вот. Сейчас у нас выходные, поэтому мы с Владом... И у нас с Владом выходные. Мы не сильно учимся. Вот. Плюс у нас полицеальная школа еще. Тоже надо уделять время этому. А когда будние дни и дети в садике и в школе, то пока их нет, ох, как трясет машину. То пока их нет, мы с Владом... У нас с Владом вахтовый метод такой. Влад сидит с Адрианой, я учу. Потом я сижу с Адрианой, и Влад учит. Ну, в общем, вот так вот как-то мы и живем. Ну, все, мои дорогие. Буду заканчивать свое видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вы меня поняли и никуда не пропадете. Будете дальше смотреть мой канал. Вот. Ну, я думаю, через недельку, может, даже раньше мы с вами снова увидимся. Спасибо за ваши комментарии, за лайки. И всем пока-пока.